Два казахстанских фильма впервые показали в Южной Корее с корейскими субтитрами. Картины Нарта и Паралимпийц участвовали в первом кинофестивале стран Центральной Азии в городе Йен-Джубу. Вместе с показом фильмов зрители познакомились с казахской культурой и традициями. На фестивале побывал и наш собственный корреспондент в Южной Корее Владислав Цой. Гости кинофестиваля посетили небольшой аул. В палатке с голубым флагом гостей угощали блюдами казахской кухни. Здесь местные жители также могли увидеть книги писателей Казахстана, переведенные на корейский язык. С национальными традициями зрителей знакомили представители сообщества казахов Кореи «Намад». Бисек – это одно из наших отличий от многих стран. Соответственно, когда очень много корейцев подходит, они смотрят, знакомятся. Мы объясняем им, для чего и когда использовали бисек. И им очень интересно это. Кинофестиваль стран Центральной Азии прошел на территории университета Хинан. В этом вузе обучают молодых режиссеров и актеров. В этом году вуз и Казахстанский Центр поддержки кино подписали меморандум о сотрудничестве и уже видны первые результаты. Впервые в Корее два казахстанских фильма «Нартай» и «Паралимпиевс» покажут субтитрами на корейском языке. Смотри, что ты на лыжи снова устал. Молодец. Да. И то, что опять просто. Ну да. Ну давай. Не пука. После гонки поговорим. Шесть месяцев назад в университете Хинан прошли дни казахстанского кино. Тогда субтитры были на английском. В этом году в вузе наши фильмы перевели на корейский язык. Поэтому зрители хорошо поняли смысл, особенно сюжет картины «Паралимпиевс», где главный герой побеждает на Паралимпиаде в корейском Пюнчане. Часто мы много внимания уделяем и следим за историей обычных спортсменов. Просматривая фильм, мне показалось, что к историям спортивных звезд паралимпийцев мы относимся безразлично. Я состою в организации, связанной с паралимпийским спортом. Время, которое я провел за просмотром, дало мне возможность подумать над тем, как донести до масс истории паралимпийцев. Показ наших фильмов в Южной Корее организован Казахстанским центром поддержки национального кино. Права на одну из двух картин, показанных центром в прошлом году в городе Иджамбу, приобрела дистрибьюторская компания Кореи. Теперь «Время патриотов» выходит в корейский кинопрокат. «Обмениваться опытом, студентами. Так как в этом университете только начали развивать режиссуру, мы будем встречать делегацию Кореи, поддерживать ее в Казахстане и также давать возможность нашим кинорежиссерам, вообще людям с киноиндустрии приезжать в Корею и снимать здесь кино». Университет «Щинан» и мэрия «Иджонбу» намерены сделать кинофестиваль Центральной Азии традиционным. Это означает, что в следующем году корейские зрители увидят новые казахстанские фильмы. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Дефицит кадров в дорожной отрасли испытывает Западно-Казахстанская область. Квалифицированных работников не хватает как у подрядчиков, так и у заказчиков. С этой проблемой они сталкиваются каждый год, и это негативно сказывается на качестве дорог. В этом регионе только одно учебное заведение готовит дорожных специалистов по госзаказу. Почему молодежь неохотно идет в востребованную профессию, расскажет Альбина Кумар-Галеева. Азамат по профессии дорожник-строитель. Работает лаборантом. С помощью современного оборудования проверяет, насколько качественно уложен асфальт. Говорит, что гордится своей работой. Приятно ездить по дорогам, к которым имеешь непосредственное отношение. Мне всегда нравилась строительная сфера. Когда жил в поселке, видел, как строят дороги. Интересовался спецтехникой. Мне казалось, что это ответственная и хорошая профессия. Тогда я решил учиться по этой специальности. Сейчас у меня нормированный рабочий график, высокая зарплата. Сейчас рынок труда заполнен юристами и экономистами. А в этих сферах трудно найти работу с карьерными и финансовыми перспективами. А дорожники получают хорошую по рыночным меркам зарплату. И это достойная должность, говорят специалисты. К примеру, региональному филиалу Национального центра качества дорожных активов нужны инженеры и лаборанты. Для восполнения кадрового дефицита запустили производственную практику для студентов. На протяжении двух-трех лет у нас внедрена производственная практика студентов именно высших или средних учебных заведений. Таким образом, в текущем году мы планируем с одного университета, с нашего уральского, будет проходить практику пять студентов третьего курса, которые будут производить практику. При этом они будут получать заработную плату. В единственном колледже региона, который готовит специалистов дорожного строительства, сейчас учатся более 400 студентов. На их обучение местный бюджет ежегодно выделяет примерно 300 миллионов тенге. Но дефицит специалистов в отрасли по-прежнему есть. Согласно мониторингу, практически на каждом объекте строительства требуются инженеры, лаборанты, операторы асфальтоукладчиков, механизаторы, машинисты и геодезисты. Поэтому необходимо открывать больше центров компетенций и обучать на базе современных мастерских, считает в Управлении образования. По проекту Жасмаман по специальности дорожное строительство закупили новое оборудование на 252 миллиона тенге. В рамках данного проекта создан компетентный центр для подготовки этих специальностей. В настоящее время в соответствии с учебной программой 151 человек проходят практику на производственных объектах. Из них по дуальному обучению 17 человек. В прошлом году окончили 134 человека. Из них 60% трудоустроены по своей специальности. Нехватка специалистов, безусловно, сказывается и на качестве дорог. По данным Центра качества, из 120 проб дорожных материалов, 40 не отвечают нормативным требованиям. Также выявлены нарушения по содержанию строительства автодорог. Местные власти уверены, что комплексный план работы постепенно даст положительные результаты. А масштабы дорожных работ в регионе позволяют обеспечить работой западноказахстанскую молодежь. Альбина Кумаргалева, Булат Жерлгасов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Уральск. Почти 30 человек только за последние 7 лет попали под колеса поездов Казлардинской области. Большинство из них погибли. Закон запрещает пересекать железнодорожным путем в неустановленных для этого местах. Но, к сожалению, этот запрет многие игнорируют. Почему Казлардинцы продолжают ходить опасной дорогой и как намерены решать проблему местной власти, выясняла Кристина Амасказа. Тарый переезд. Так, среди казлардинцев известен этот железнодорожный путепроход. Это самый короткий путь, соединяющий центр города и микрорайон Шанхай. Когда-то здесь проезжали автомобили, потом оставили только деревянный настил для пешеходов. Но теперь и его убрали. Дорогу оградили забором, установили запрещающие знаки. Однако людей меньше не стало. Каждый день прохожу здесь по два раза. Но больше, чем за себя, за детей страшно. На той стороне сразу находится школа, спортшкола. Они ведь сами через эти пути проходят. Здесь обязательно нужен пешеходный мост. Ведь, чтобы попасть в тот микрорайон, нужно проехать через весь город. А тут напрямую. А это уже переход в сторону микрорайона КБИ. На табличке даты. За последние пять лет здесь зарегистрированы семь трагических случаев. Сухая статистика, за которой стоят жизни людей. Проходить железную дорогу в этом месте запрещено. Тем не менее, казлардинцы вынуждены пересекать пути на свой страх и риск. Потому что в обе стороны до ближайших разрешенных переходов по нескольку десятков километров. В течение четырех месяцев в этом месте построят мост. Средства 325 миллионов тенге выделены. Работы идут по графику. Вместе с тем, там предусмотрены механизмы для подъема людей с особыми потребностями. В начале года в поселке Бельколь ввели в эксплуатацию новый надземный пешеходный переход. Местным жителям больше не придется перебегать 10 пар рельсов. Ожидается, что в ближайшие несколько лет такие же построят в разных частях города. Кристина Алмаскоза, Ахан Алиев, Казларда, Хабар, 24. И к другим темам. В американском Техасе произошла стрельба. Жертвами стали пять человек, в том числе и ребенок. По данным полиции, мексиканец, вооружившись винтовкой, открыл огонь по людям в одном из жилых домов. На данный момент стрелка разыскивает полиция. Его мотивы неизвестны. Ведется расследование. В последнее время случаи стрельбы в США участились. Только в этом году зафиксировано больше 140 таких нападений. Войно-морские силы Колумбии изъяли больше 10 тонн кокаина на сумму свыше 300 миллионов долларов в ходе серии операций в Карибском море и вдоль границы с Венесуэлой. Это самая крупная партия, ликвидированная в регионе, в этом году заявили власти. Отмечу, производство наркотиков в Колумбии резко возросло во время пандемии. Согласно новому ежегодному исследованию Управления ООН по наркотикам и преступности, общая площадь урожая листьев коки, а это основной ингредиент наркотического вещества, выросла там на 43% только за 2021 год. Евросоюз может столкнуться с дефицитом лекарств. Нехватку детских препаратов прогнозируют на осень. В их числе жаропонижающие и болеутоляющие средства, а также некоторые антибиотики. В связи с этим педиатры из Германии, Франции и Швейцарии написали открытое письмо Минздравам своих стран. Врачи требуют срочного принятия решения, чтобы восполнить дефицит. К примеру, ФРГ призывают увеличить производство медикаментов для детей. Одна из вероятных причин дефицита – энергокризис. Поставки замедлились из-за нехватки сырья и ограничения производственных мощностей. Казахстанские образовательные онлайн-платформы довели свой годовой финансовый оборот до 30 миллионов долларов. Специалисты отмечают резкий рост спроса на такую технику. Ситуация улучшилась во время пандемии. То есть процесс дистанционного обучения способствовал улучшению работы в этой сфере. Сейчас наша страна является лидером Центральной Азии в этой области. Например, финансовый оборот продукции «Иттич» в Узбекистане составляет всего 50 тысяч долларов. Поэтому наш сосед намерен перенять и внедрять казахстанский опыт. Для этого создана ассоциация онлайн-образовательной технологии Центральной Азии. К ней присоединились 8 компаний из Казахстана и 4 из Узбекистана. В дальнейшем стороны будут совместно совершенствовать и расширять спектр онлайн-образовательных программ. Мы приехали в эту страну, помогли узбекским компаниям именно в этой сфере «Иттич» организовать свою ассоциацию, часть ассоциаций для того, чтобы у них было свое лобби. Также открыли, подписали меморандум о вступлении в Центральную Азиатскую Ассоциацию «Иттич» компаний. То есть это все-таки образование, это знания, и как раз такие коллаборации, они помогут всем. И на этом у меня все. Спасибо, что смотрели нас. Субтитры создавал DimaTorzok